всем здрасте ребят сегодня видео хочу вам показать как я восстанавливаю свою посудину под поилки потому что им очень много лет этим всем кастрюлькам казанчиком вот вчера буквально я залил позавчера смолой там была огромная дыра и поставил индюшатом очень удобно они с нее пьют не переворачивает она тяжелая достаточно и вот сегодня такую вот кастрюльку еще нарыл это хочу галашейкам поставить и хочу рассоединить крупных убрать мелких оставить здесь в общем здесь у нас вот такая вот дыра видите да сейчас я ее с помощью смолы вот такой вот кусок смолы у меня есть я нашел с помощью такой вот горелки сейчас мы это все будем засмаливать результаты вам уже покажу потому что потому что так показать не получится сейчас я вам покажу уже как она будет ну вот ребят так она выглядит с этой стороны с этой сейчас проверим что не проверял ничего не течет вот такой вот способ а то опа не напасешься этими сковородочками этими кастрюльками у меня нет в этих брудерах поилок этих ниппельных хотя поилки есть но никак руки не дойдут их сделать надо бачки я использовал как-то вот эти большие с под кофе три в одном такие коробочки наливал туда воду или же бачок какой-то в общем без разница можно и ведро с крышкой но так брудерах этих я не сделал потому что эти брудера мне не нравятся я в следующем году буду все переделывать поэтому какой смысл эти цыплятка у нас уже здесь обвыкаются вода почему красная это не ржавчина это я вчера индюка забивал вылил им стоих кастрюли воду 9 штук я отселил в принципе неплохо они осваиваются здесь я же говорю туда на балку они еще не ходят но здесь уже себя чувствует нормально сейчас мы запустим курицу иди сюда иди сюда иди сюда заходи не заходит давай давай не стесняйся сейчас я буду переселять галашеек покрупнее выберу туда в сарае в тот большой брудер тоже разделю их на две части и тех меньших на усиленное питание витамины и буду им пропаивать чтобы они немножко подтянулись то они отстают причем на порядок я взвешивал их сегодня несколько штук кило двести кило триста это крупные а мелкие семьсот восемьсот грамм поэтому надо чтобы они их настигали немножечко здесь в основном одних петушков я выбрал хотя нет ни одних петушков вот раз два три четыре пять курочек даже большинство курочек и четыре петушка все хохлаты это петушки вот это с маленьким хохолком это курочка еще вот этого пятюню я наверное буду убрать у меня поступил заказ на петуха на холодец в общем он мне не нравится он всех гоняет всех бьет постоянно здесь тусуется все контролирует такой он весь важный на балкон у нас не выходит мне не нравится что он всех остальных обижает а когда пришел соседский петух то он убегал в общем пойдет он на холодец потомство мы от него уже получили будут такие у нас цыплята как он так что ничего страшного он хороший крупный петух красивый ну балка балка когда вова нарвал траву и рассыпал здесь то это конечно вкуснее чем там где то так всегда происходит яйца еще и не собирал надо будет пособирать сейчас еще яйца куры уже сидят готовятся к сну у нас вот такие вот у нас уже индючки неплохие растут я же говорю как на дрожжах а вот так вот куры выедают тыкву прям одна шкурочка остается полностью пол если вы были бы здесь утки то и шкурочки уже не осталось так они оставляют шкурку вот эту куры именно индюки и не едят я утки лопают все ну вот здесь я подготовил сейчас поставлю в водичку лампочка здесь горит и переселюсь сюда крупнее индюшат ой индюшат говорю цыплят галашеек так насыпал здесь везде травы что обижает вас еще но ничего привыкнут скоро не будут обижать уже привыкнут все куры несутся все нормально индюшка скорее всего вот это несется где-то у нас там в траве надо идти искать надо проследить за ней но никак нету времени этим заниматься это все очень легко делается просыпаешься утром немножко придержал их попозже выпустил это скорее всего на выходном когда как-то сделаю и она сразу бежит в гнезду и заметно сразу где она несется и что потому что были яйца в гнездах а сейчас нету в гнездах сейчас она несется где-то в траве это уже сто процентов здесь конечно посвободнее стало убрал я отсюда 9 цыплят 8 одного с нижней клетки попросторнее но растут они конечно тоже очень хорошо поэтому все равно им здесь места маловато сегодня еще буду несколько переселять не хочу я переселять вот этих петухов таких обычных потому что хочу чтобы они побыстрее выросли здесь на сетке они там притуплятся если я спускаю их туда куром в общие стадо то рост немножечко приостанавливается их и развитие потому что это для них и стресс они привыкли у меня на сетке в клетке в таком ограниченном помещении поэтому немножечко они притормозят это стопроцентная гарантия а здесь я их быстренько откормлю и и и буду вырезать есть заказы на молоденьких петушков и сами будем бульоны кушать бульоны можно и зажаривать их в сметане это очень вкусно тоже мясо мягенькое это юрловская курочка очень красивая в общем сегодня тоже 3-4 отсюда заберу оставлю вот этих петухов именно на откорм которых и буду их кормить кормить еще раз кормить чтобы они побыстрее выросли вот этого красавчика тоже заберу и тех буду оставлять ну и курочек соответственно повыбирать надо отсюда тоже может отпущу их на нижний на нижний ярус там поменьше цыплята здесь будет усиленное питание чтобы они побыстрее выросли даже веники им даю очень их полюбились веники с травы это я вам уже показывал ну в общем как то оно так не иди туда не знаю что то я посмотрел на этого петуха и у меня уже как то сомнение ну очень он здоровый и красивый прям не знаю ну прям не знаю сейчас уже буду думать ну все всем спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки ставьте дизлайки а лучше не ставьте и до новых встреч на просторах ютуба не забывайте нажимать на колокольчик а а так вы так как это так Продолжение следует...